Последнее слово сказали сегодня присяжным заседателям Роман и Элла Григорьева, обвиняемые в издевательствах, на приемными детьми и жестоком убийстве девятилетней девочки. Ад, в котором жили четверо детей, которых супруги взяли из детдома, вскрылся в августе 2018-го. После смерти старшей дочери она умерла от черепно-мозговой травмы и, как установили эксперты, сильно страдала во время жизни в приемной семье. Все подробности у Нафисы Минязовой. Премии были открытыми, но снимать процесс было нельзя в зале присяжных заседателей. Им и предстоит ответить на главный вопрос. Виновны ли экс-супруги 42-летний Роман и 40-летняя Элла Григорьева в инкриминируемых преступлениях? Обвиняется Григорьев в убийстве малолетней девочки. Оба подсудимых обвиняются в поистязании детей. И матери предъявлено обвинение в причинении девочке тяжкого вреда здоровью и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Обвиняемые вину не признают. Напомним, трагедия произошла в маленьком селе Горки Алексеевского района в августе 2018 года. Семья фермеров, у которых двое своих детей, взяли под опеку еще четверых, троих сестер и братика. Все погодки. Жанна Семенова была старше, ей тогда было 9. Их родные родители злоупотребляли спиртным. И в 2017-м были лишены родительских прав, но в новой семье счастья не было. Согласно материалам дела, были пытки. Страна обвинения вновь продолжает настаивать на своем. И сегодня во время премии присяжным вновь напомнили, как в течение года опекуны издевались над приемными детьми за малейшие проступки. Такие, как невымытые руки, разбитую посуду, взятые без спроса конфеты. За это как шею приставляли ножи и вилки. Доходило даже до того, что одну из девочек приковали на улице цепью для скота. И когда она уснула, избили металлической тростью. Но и на этом издевательства не заканчивались. Вот некоторые из фактов, установленных следствием. Родная дочь как-то пожаловалась родителям, что приемные без спроса выпили сок. Тогда Роман Григорьев разрезал коробку на четыре части и заставил детей ее съесть. Девятилетнюю Жанну, которая в чистой одежде играла в песочнице, Элла Григорьева отвела в баню и облила кипятком. Девочка тогда получила ожоги второй-третьей степени. В больницу ее никто не повез, лечили дома. И, как установили следователи, еще не окрепшую малышку 4 августа 2018 года сильно избил Роман. Увидев ребенка, опять в песочнице. После нанесения Григорьевым Романом телескопорождений ребенка, они и не подумали, что она умерла сначала. Они, то есть, в своих показаниях говорят, она стала лежать, как кукла. То есть, ну, может быть, из-за возраста они сначала не поняли, что мертва она, не мертва. На теле девочки эксперты насчитали не менее 16 следов от удара твердым тупым предметом. Смерть девочки наступила в результате черепно-мозговой травмы. Эксперты заподозрили возможное изнасилование девочки тупым предметом. Но доказательств у следствия не хватило. После ареста супруга Элла Григорьева утверждала, что это не они тираны, а дети. Чуть позже ее и саму заключили под стражу. Родная мать после всего не узнала своих детей. Сейчас родители уже восстановили в правах, и дети вернулись к родной матери. Они просто вышли, я говорю, это не мои дети совсем. Ребенка привезли хранить, это не мой ребенок. Это просто скелет, обтянутый кожей. Адвокаты подсудимых уверяют, что все дело построено только на показаниях самих детей. А в них есть расхождение, и верить им никак нельзя. А в письменном допросе начинается сразу с того, что Григорьев приехал и начал пинать девочку руками-ногами. Тогда как в видеозаписи, она уже к моменту приезда Григорьева спала, и он спящую якобы уже пинал. Спящую якобы. Понимаете? Спящую, то есть мертвую? Ну, уже мертвую, да-да-да. То есть, ну, как бы неразумно, Григорьев достаточно адекватный человек, то есть он нормальный отец. Защита ходатайствовала вернуть дело на доследование, однако суд отказал. Сегодня подсудимые выступили с последним словом, уверяя всех, что не виноваты. Присяжные выслушали выступление сторон и уже скоро вынесут свой вердикт. Если подсудимых признают виновными, то главе семейства грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Написано, меня зовут Константин Бушуев, Вызов 112. Происшествия и аварии, трагедия, героизм спасателей и сила закона в программе Вызов 112 на сайте tnv.ru и на ютуб-канале ТНВ. Подписывайтесь.